Барбара Халленс-Лебан, доктор богословия, профессор догматического богословия Фрибургского университета, Швейцария. Что вы думаете об этой конференции? Каково её значение? Как она воспринимается? Как вы знаете, сейчас Католическая Церковь празднует 50-летие Второго Ватиканского Собора, так что мне кажется очень интересным совпадением, что мы вспоминаем наш Собор и его восприятие, а вы как раз готовитесь к Собору. И для меня как раз это не столько межконфессиональное событие, сколько церковное, поскольку всегда, когда Церковь проводит или готовится к Собору, ей предоставляется возможность стать лучше, как Церковь Христа нашего времени. Так что можно сказать, что я стараюсь внимательно относиться к тому, что обсуждают Церкви Сестры, Католической Церкви, чтобы узнать больше о моей собственной традиции и, возможно, по-новому взглянуть на свою традицию. Например, мы сейчас в доме, где, как известно, на втором этаже жил Сергей Булгаков. Я должна признаться, что его богословие изменило все мои взгляды на католическую традицию и католическое богословие. Исходя из этого своего опыта, я стараюсь продолжать работать, и поскольку здесь достаточно католиков, занимающихся исключительно католическими проблемами, я думаю, что хотя бы кто-то из католических богословов должен пойти дальше и узнать, что делают другие, и рассказать об этом католическому миру. На ваш взгляд, как опытного человека, изучавшего обстоятельства Второго Ватиканского Собора, что мы должны сделать для того, чтобы Всеправославный Собор все-таки состоялся? Иногда, когда я беседую с ректором, мы говорим, что возможно было бы мудро организовать ваш собор иначе, не так, как это сделали мы. Ведь это несколько проще в католической традиции. Папа созывает епископов, епископы съезжаются, и начинается собор. Но, как вы видите, спустя 50 лет после Ватиканского Собора, мы все еще не понимаем, как его воспринимать. У нас есть разные толкования, мы пока еще не в состоянии понять в полной мере, к чему мы тогда пришли. Так что процесс осмысления всегда очень долгий и болезненный. Возможно, у вас этот болезненный процесс происходит до начала Собора. А затем, когда Собор состоится, будет радостное празднование преодоления проблем. В раю. Возможно, в раю, но это же не самый худший способ отпраздновать. Разумеется. Барбара, вы упомянули, что Православная Церковь отягощена проблемой поиска кого-то в Церкви, кто бы смог стать лидером. Есть несколько кандидатов, но все они неявные. То, что Всеправославный Собор до сих пор не был проведен, возможно, связано с тем, что нет никого, кто мог бы созвать Собор и сказать людям, что он состоится через два года. Что мы должны сделать, чтобы найти решение этой проблемы? Возможно, опять же, прежде всего, нужно осознать саму проблему. Когда я преподаю студентам первого курса православную традицию, я всегда говорю, если мы примем Пантархию, мы сможем легко увидеть, что есть всего один патриарх на Западе и четыре на Востоке, и один император на Востоке. Так исторически сложилось, что император стал представлять единство, пока существовало множество патриархов и церковных кафедр. Вы скоро увидите, что для западного патриарха было важно иметь императора в качестве партнера. В этом отношении я не думаю, что отсылка к императору является дополнительным богословским аргументом или составляющим. Тем не менее, это важный пункт. Это не теократическое объяснение, но это связано со взглядами церкви на таинство. Мы понимаем, что мы ждем и готовимся к Царствию Божию, и если творение как таковое в состоянии осознать, что это Царствие Божие, то каждый царь или император, или демократическое правительство, мы все христиане, должны быть способны увидеть в этом шанс, созидательную возможность понять и приготовить это Царство. Так что, если я говорю об императоре как символе единства, я делаю это исключительно в положительном смысле. Католическая церковь имеет императора, поскольку папа может созвать собор, как это произошло в 1959 году. Папа пришел, и собор был проведен. Но кто, по вашему мнению, может иметь такой же вес в православной церкви? Да, я понимаю, в чем проблема. Если Константинопольский патриарх попытается стать православным папой, единство будет совершенно невозможно. Это просто мое наблюдение. Я не привожу богословское обоснование. В этом случае, как я понимаю, действительно есть проблема, которую вам придется признать. Продолжение следует...